Но здесь проблема в чем? Сталин в какой-то момент берет и просто на карте вот она проходит вот так линия, а он берет ее вот так убирает и с другой стороны вот так прочеркивает линию. Понимаете? Сталин. Не чеченцы, не лакцы, не аварцы. Нет, а Сталин. Все еще бегаешь, всю жизнь на это потратил, не надоело еще выпендриваться. Ну, вообще, я вполне себе нормально живу, абсолютно не бегаю. И нет, не надоело. Если под выпендриванием ты имеешь в виду один раз в неделю проводить эфиры, в целом мало в чем себе отказывать, путешествовать, набираться опыта, видеть, как должны быть устроены многие сферы жизни. Как они устроены, эти сферы жизни, в их лучшем исполнении. Сегодня в этих странах, цивилизованных странах Запада, многие сферы жизни людей, они устроены наилучшим образом из всех, что там представлены в этом мире. Поэтому это очень ценный опыт, когда ты видишь, чтобы затем это реализовывать у себя на родине. И я, поэтому я очень рад тому, что здесь большая диаспора чеченцев, так как они видят, как должно быть именно, я сейчас говорю про жизнь людей, про сферы, там социальные, иные, как работают государственные службы, взаимодействие с людьми, вот эти вот все моменты. Как представители власти руководствуют исключительно законом, как ты понимаешь, что этот представитель власти не может сделать ничего, что противоречило бы его должностной инструкции, закону этой страны. То есть все эти моменты, которые не видят те, кто живут сегодня дома, кто живет в России и во многих странах этого мира, они не видят, не знают. Я видел своими глазами, как чеченцы, допустим, растущие в полном полицейском беспределе, не понимают даже, что этот представитель полиции не может, допустим, просто взять по своему желанию его похитить, просто его долбануть, оторвать его дубинкой, применить там силу. Они даже не знали, что это нельзя делать. Я часто встречал такие объяснения, когда я, например, спрашивал человека, за что, тебя что, я говорю, избили что ли, дубинка, я говорю, он весь в синяках, там вся спина избита. Тебя избили? Он говорит, да, там, задела я, у меня были таблетки, меня остановили, меня за это избили. И он даже не понимает, что, да, хоть у него там, будь у него 800 килограмм кокаина, его никто не может избивать. Понимаете, вот это вот, это очень важно, чтобы люди видели, как должно быть. И уже эти люди, которые видели, знают, их потом перепрошить будет невозможно, если не сложно, я думаю, что даже невозможно. Поэтому я рад, что люди это видят. И чем больше будет таких людей, которые видят, как должно быть, тем больше надежды на то, что у нас дома будет побольше кадров людей, которые смогут эти сферы жизни устроить наилучшим должным образом. Ну вот тебе же не нравится, что на землях Чечни живут лакцы, это называется национализм. Нет, это называется просто обвинить человека в том, чего он не говорил, и сделать на основании этого вывод. Я же не говорил, что мне не нравится, что на землях Чечени живут лакцы. Абсолютно я не против, чтобы на землях Чечени жили любые народы. Это абсолютно нормально. Мне не нравится, что кусок Чечени просто разделили и отдали его, присоединили его к другой административной территории. И непосредственные дома и земли людей их отобрали, посадили на их место других. Понимаете, здесь две проблемы. Многие почему-то не понимают, что просто отдав земли людям, там или дома, проблему саму не решить. Потому что от этого справедливость не восстанавливается. Посмотрите, вот если бы, допустим, мы жили бы в своем государстве или там во времена халифата, например, это было бы решение правителя правоверных, он бы там как-то поменял бы, например, территориальное деление. Вопросов бы сейчас не было. Но здесь проблема в чем? Сталин в какой-то момент берет и просто на карте вот она проходит вот так линия, а он берет ее вот так убирает и с другой стороны вот так прочеркивает линию. Понимаете, Сталин не чеченцы, не лакцы, не аварцы, нет, а Сталин. И вот так вот часть территории, которая исконно всегда являлась частью Чечении, Аух всегда был частью Чечении. Во времена имамата там был Наиб, имама Шамиля, и это Аух считался частью Большой Чечении, понимаете? Чечения делилась на Большую и Малую, это была часть Большой Чечении. И вот всегда там был, эта территория всегда была частью этой конкретной большой территории. И вот Сталин решает, что она теперь будет принадлежать вот этой территории, а потом еще и этот сам Аух делится, делится, его часть, значит, отходит там в один район, другая часть уходит в другой район, и потом еще оттуда людей, значит, выселяют и на их места других сажают. Вот теперь, если даже этих людей обратно оттуда убрать, исконных там хозяев туда заселить, проблема не решена, потому что Аух, он как Аух дорог этим людям, и то, что этот Сталин его решил убрать, это тоже, понимаете, в памяти осталось, это невозможно принять и с этим смириться. Поэтому важно, во-первых, даже если этих людей туда обратно не заселять, с этими людьми нужно вопрос решить так, чтобы они были довольны компенсацией там, как угодно. Этот вопрос решается, и потом сама, сам район, вот эта административная территория, она должна быть восстановлена как единый район и присоединена к Чечении. Вот тогда все, эта справедливость восторжествовала. А вот кто на этой территории будет жить? Будь это наши братья лакцы, аварцы, будь это кто угодно, японцы приедут, захотят с нами тоже поселиться, посмотреть, как мы живем, стать частью нашего общества, с Америки, с Канады, индейцы приедут, Аргентина, Месси там с футболом приедет, в Аухе решит поселиться. Welcome, добро пожаловать, никаких проблем. В общем, вопрос территориальный должен быть решен. Это чтобы у вас было с чем сравнить аналогию. Представьте, вот Медина, это же единый город, как часть, и он дорог для мединцев. Понимаете? И вот представьте, какой-нибудь там монгольский хан, например, или вот сегодняшнее время, возьмем, допустим, какого-нибудь, кто там, Насадам Хусейн, например, напал на Куэйт, или, предположим, Нитанияху пошел на Саудию, оккупировал, например, часть территории Медины, ну, это гипотетически. И представьте, берет он, значит, часть Медины, говорит, все, это теперь не Медина, это теперь он будет относиться там к другому городу, к Рияду, допустим. Понимаете? Для мединцев это удар, они это не принимают, они не хотят этого. Если бы это сделал Осман ибн Афан, там, Омар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен мне Аллах, то это было бы принято. Но это, если тот, это, когда это сделал агрессор, оккупант, взял часть территории, присоединил там к чему-то другому, то все нутро людей стремится к тому, чтобы вернуть эту справедливость. И мединцы бы делали бы все возможное, чтобы эту территорию обратно присоединить к Медине. А вот кто там будет жить? Этот вопрос не принципиальный. Хасан Халитова. Саламу алейкум. Все, все хотят убить. Давайте жить дружно. Свободу Ичкерии, Кадыров, наложницы Путина. Хвали. Алейкум, ассаламу, раху, 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 раху. Субтитры создавал DimaTorzok